Каждый новый день обновляет печальные ковид-рекорды. В этих обстоятельствах общественный транспорт – зона повышенного риска. Пренебрегать элементарными нормами безопасности недопустимо, а рейды Министерства транспорта не дают об этом забывать. Так называемые ковид-патрули выходят на маршруты и просят пассажиров соблюдать меры санитарной безопасности. Среди пандемии давайте соблюдать правила. Масочные именно правила. В общественных, как говорится, транспорта. Иначе данный транспорт дальше не пойдет. У кого есть масочки, будьте добры, оденьте. И в дальнейшем, пока у нас данное мероприятие проходит, будьте добры, соблюдайте это все. Согласно указу губернатора Нижегородской области, в общественном транспорте все пассажиры обязаны быть в масках. Причем средства индивидуальной защиты должны закрывать и рот, и нос. В противном случае водитель имеет право прекратить движение. К счастью, большинство пассажиров относятся к требованию с пониманием. Надо, чтобы все в масках были, конечно. Я всем объявляю. Все, ко всем подхожу. У меня вот все в масках. Маски? Да, вот то, что проверяем наличие масок. Да, правильно, да. Удивительно, но до сих пор встречаются нижегородцы, не согласные с обязательным ношением масок. У таких пассажиров выбор невелик. Либо надеть средства индивидуальной защиты, либо продолжить путь пешком. Я не хочу на камеру отвечать, тем более на камеру. Надеть маску тогда и продолжать. Я лучше воду из автобуса и не буду своих сгибов. Я лучше воду из автобуса, чтобы ситуация потом у нас хуже не была только. Можно маски носить. Как в автобусе, в общественных местах стараться, по крайней мере. Может быть, это и правильно с какой-то стороны, но необязательно заходить из полиции и тут громко всем объявлять. Не знаю, не считая нужным. Мы уже неоднократно говорили на всех уровнях о необходимости наличия маски у пассажиров в общественном транспорте. Общественный транспорт и любой подвижной состав – это ограниченная площадь и скопление людей. Как мы этого хотели или нет? И, конечно, средства индивидуальной защиты, выразить сложно, насколько они важны. Можно не так думать о себе, но окружающих людей, с которыми ты едешь, находишься и живешь в этом городе, возмущает на самом деле безалаберность. Ухудшающаяся обстановка диктует свои правила и контроль за соблюдением масочного режима будет строгим. Стоит напомнить, что штраф для перевозчиков за первое нарушение составляет от 100 до 300 тысяч рублей, а повторное нарушение может повлечь приостановку деятельности. Служба информации. Заура Руджев, Василий Низов.